Добрый день, доброе утро, доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании АЛЯН. Решил вложить этот ролик, назвал его шедевральный персонаж. И действительно рекомендую очень послушать вам это все. Это шедевральный персонаж, судя по голосу, уже не молодой пацан, не дурачок. Ну, с точки зрения молодых вот этих вот несозревших мыслей, жизненных устоев, а какой-то уже такой, ну, достаточно возрастной тип. И посмотрите, как он, какую он пургу несет, это вообще, неужели, вот, что, что должно человеком произойти, чтобы он оказался на этой работе в каком-то таком возрасте, уже старше 30 лет. Ну, суть по голосу ему именно, видимо, так. Ну, и спасибо огромное автору. Классно троллит, без лишних слов, дает этому дурочку раскрыться в полном цвете. Давайте послушаем МБА Финанс в своем репертуаре, но здесь бьют рекорды. МБА Финанс в своем репертуаре, но здесь бьют репертуаре, но здесь бьют рекорды. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Вам звонят из компании МБА Финанса специалист Андреев Евгений Александрович Андреев. Идет запись разговора. Разыскивается. Александр Валерьевич, вам знаком данный гражданин? О как. А кем разыскивается? Компания МБА Финанса специалист Андреев Евгений Александрович. Идет запись разговора. Компания МБА Финанс имеет право на проведение разыскиванных мероприятий? Почему бы нет, если интересующий человек есть. Почему не разыскивать? Вы вот сейчас ему на телефон звоните, вы считаете, что разыскали. Значит, вы Александр Валерьевич. Очень хорошо. Разыскиваем вас, уважаемый. По поводу вашей задости перед компанией Кредита 24 ранее 27 апреля 2017 года. За день уже потеряли, аж разыскивать начали. Ну, говорите. Ну, ранее 24 апреля 2017 года вы по ошибке зашли на сайт компании Кредита 24 и случайно заполнили анкету. И таким нехитрым способом мы получили заим. 180 дней у вас просрочек идет, сумма 19 408 рублей 50 копеек. Ни одного платежа от вас так и не поступило. Ну, несмотря на это, что вы уклоняете со своих финансовых обязательств, нарушаете условия договора. Компания все-таки идет навстречу. Предлагает вам погасить в добровольном порядке сумму 19 408 рублей 50 копеек. Коплату необходимо произвести в трехдневный срок до 28 ноября включительно. Коплатова от вас поступает, Александр Валерьевич? Нет. По какой причине нарушаете условия договора? Приносите убытки компании и в целом влияете негативно на экономику Российской Федерации? А как я влияю негативно на экономику Российской Федерации? Ну, как так? Задерживайте денежные средства, которые давно должны были выплатить, чтобы быть компанией. Соответственно, компания недополучает прибыль, в чем не выплачиваются. Налоги федеральные государственные бюджеты от этого не получают. Прибыли по вашей вине, кстати, между прочим. У вас все скрипт одной визу, вы не скажете, сколько мне новых вещей-то говорите, елки-палки. Аж интересно, я же зашел, что... Ну, это не надо умничать, умничать не надо. А умничать сейчас ты, уважаемый, блядь, на экономику Российской Федерации. Не надо мне тыкать и материться. Не надо тыкать и материться. Вы же, вы же должник поголовно. Вы же еще не забывайте, что по финансам должны. Да, то должника человеку присваиваются. Да вы что, кто вам такое сказал? Кто вам такое сказал? Кто вам такое сказал? Ну-ка, уточните. Где вы такое вычитали? Господин, а я вам скажу, в термии должником признается юридическое или физическое лицо, там, индивидуальный предприниматель, ненадлежащий ему, исполняющий или не исполнивший денежное или иное обязательство, а в срок установлены соответствующим договором, контрактными документами. Так что, никакой вам суд уже не признает. Мы признаем вас должником, мало того, уклонистом. Значит, вы отказываетесь. Я правильно понимаю, поздравьтесь разговоры от своих финансовых? Понятно, я еще попал. Ну да. То есть, нарушаете условия договора. Уклоняйтесь по адресу город Хабаровск, улица Вагон. Верно? Нет, неверно. Там сидите. Там сидите и прячете свои денежные средства, которые должны были необходимы внести в компанию. Ясно. Хорошо, по вашей, соответственно, в будущем компания, возможно, подаст на вас суд и через службу садебный пристав, возможно, принудительное взыскание. Отлично. Но я буду подотвестовать, чтобы компания все-таки продала ваши задолженности, коллекторской организации по статье 382 Гражданского кодекса. То есть, третьим лицам коллекторам, за действия которых она никак не несет. Вот. Клоун, блин. Я буду подъем к договору. А если бы вы купили, мы бы уже с вами и так не общались. А как бы ты общался? Ну, это что-то другое. Выездную группу бы, наверное, ко мне отправила, состоящую из спецназа и тому подобных служб. Не забывайте, господин, что все-таки жизнь это большой супермаркет. А, кстати, про супермаркет уже был у меня. А мы чтобы общались, уважаемые. Я же тогда послал на три веселых буквы. Я же вам не друг, не товарищ, не надо мне тыкать. Вот. Смеяться будете, то смеется, то смеется последним. Не забывайте об этом. Соответственно, по вашей просьбе фиксирую отказ от зарплаты, как жест на укладе. О будущих возможных негативных последствиях я вас предупредил. На вашем месте бы собирал бы денежные средства и оплачивал. Но, к сожалению, я не на вашем месте, даже к счастью можно... К сожалению? Да, к сожалению, или к счастью? Не к счастью, господин Букат. Я же не злошный должник. А куда же я знаю? Может, ты тоже там на береге где-нибудь набрал кредитов? Не надо мне тыкать, не надо мне тыкать. Я как хочу, чтобы так и разговариваю. Не надо хотеть, надо делать. Не надо, как руку уложить. Вы же только как труднее живете. Ой, блядь, слушай, уважаемый, мне вот это проявить, слушай, вообще, блядь, неинтересно. Друзья, вы слышали, что он сейчас в конце разговора сказал? Он говорит, вы как труднее там живете. Он что, упрекнул человека и себя в пример косвенно поставил, что он такой работяга, он столько пользы приносит, кайлом машет, или, может быть, интеллектуальный какой-то посыл от него идет в общество. Ну, бесспорно. Это, конечно, это вообще часть ячейки общества. Это, конечно, парень полезный. Ха, Андреев его фамилия. А еще, помните, да, сколько он тут наплел, это я вот, я слушал, я хохотал. Ну, начнем с того, что подрывает экономику государства. Это я уже у кого-то слышал. Это вот первые такие, знаете, как говорится, их нужно на фразы разбирать. И, ну, когда время придет, мы коллекторов наверняка будем вот как полицаев. Ну, ладно, не будем мы их расстреливать, но презирать еще больше, только публично. Их будут, эти недоноски будут, скажем так, искать повод, где бы спрятаться поглубже, в какую-нибудь нару бы залезть. А вот этот вот шедевр его, вы уклонист и уклоняетесь по адресу такому-то. Знаете, вот какие мысли приходят, слушая вот таких вот недоносов. Вот уж извините за такие аналоги, но приходят мне такие мысли и вам наверняка тоже. Вот ходит какой-нибудь, не совсем нормальный тип и гадит. Вот гадит, где ему только приспичат, вот невзирая на общество, на людей, на место, где ему приспичило. Ему говорят, нельзя этого делать, воняет, воняет. А он говорит, нет, не воняет, а очень вкусно пахнет. Так вот этот вот несет эту чепуху, да, бред. Он почему-то решил, что это правда. И все должны вдыхать вот этот аромат правды и верить в нее, в эту правду. И да, действительно, друзья, он не думает, что он сейчас я на плиту, какой ему чушь, а он поверит. Этот дурачок действительно верит. И в свои вот, ну я так, наверное, по голосу предположу, ну за 40 этому персонажу. Он еще до сих пор не набрался ума. Да, клапан полностью перекрыт, друзья мои. Это уже обреченное существо. И он никогда, ни в коем случае не перевоспитается. И я очень надеюсь, что у него нет потомства. Очень надеюсь. Друзья, подписывайтесь на наш канал. У нас много чего интересного есть, поучительного. Автору огромное спасибо. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка на группу есть в описании ролика. Нажимайте на колокольчик. Он внизу под окошком трансляции от колокольчика. При нажатии гарантирует вам, что вы будете получать уведомления о выходе нашего нового материала. А мы наш канал постоянно обновляем. В день по несколько роликов бывает и больше каждый день, за редким исключением. Поэтому рекомендуем. Ну а тем, кому нужна юридическая защита, кто хочет наконец уже прекратить все вот эти поползновения в свою сторону, разобраться наконец-то с кредитами, мы вам предлагаем зайти на наш сайт. Ссылочка на сайт есть в описании этого любого другого ролика. И посмотреть видео на нашем сайте. Именно в этом видео, в этой презентации рассказывается о том, как устроена наша работа, что мы для вас можем сделать. А мы можем в двух словах создать условия, когда вашим кредиторам будет выгодно отказаться от претензий. Ну и конечно вы успокоитесь и будете смеяться над теми людьми, от которых вы раньше не могли найти покоя, как говорится, спрятаться и не понимали, почему же так все происходит. На самом деле, друзья, ничего страшного нет в том, что вы не можете платить в банк, в микрофинансовую организацию, в онлайн займы и так далее. Все это решается. Причем решается, подчеркну, с законными методами. Вот такая ситуация. Ну и с вами был Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты компании Алян. Всего вам доброго, друзья. До свидания.